13 урок санскрита слова к уроку лаба те он берет то есть нужно заметить что как и на это это только в среднем залоге потому что берет для себя в агате он несет но можно по моему свести у меня по крайней мере ассоциируется везет что-то в агате паур на полный это для мантры но и слово паур на явно родственная славянскому полный только там типичная замена л на 1 эти все все типичные для санскрита эти изменения шанти покой но я думаю что она слуху потому что время шанти 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 вот он шанти и так на санскрите там будет мягкой даже шетом до счастья и вот так а да и да этот тот и этот очередные указательные местоимения просто не мантри будут там много указательных местоимений санскрите как и в латыни вот еще одни то есть татра атра тот и этот можно еще с ага я больше так он да вот можно так вот а давай да по поводу запоминания окончаний так пособие уикнера перехожу окончание их дают как контексте почему я сочетаю уикнера я 7 потому что 8 или окончание дает в контексте текста их можно так запоминать тоже то есть вот читать просто текста и запоминать в контексте сразу понятна функция падежа но поскольку они образуют также систему в языке и в язык эта система пока система в голове не уложится тоже ничего хорошего не будет без системы будут отдельные просто языковые факты известны поэтому их лучше запоминать также и таблицами вот уикнер дает своем пособие примерно как индусы учат то есть вот они читают парадигму по лицам начиная с третьего лица вот они типа так вот поют на эти на это найти пауза там на и си на это на ядха пауза на яме на ялана яма больше паузы это типа от от барабанили активный залог наши пошел средний залог на я ты на е ты на ян ты и так далее вот он предлагает вот это вот долго долго вот это все распевать вот это стихотворение и так постепенно запомнятся лица и то же самое к падежам относятся сегодня будут падежи систем на первые пять также хорошая есть мнимотехника про дом наверное расскажу мнимотехнику она мне помогает и многим людям так проще в голове рисуйте некий дом можно какой-то знакомый вам дом в котором вы раньше жили или какой-то красивый дом который вы видели но надо чтобы он позитивный у вас вызывался целом эмоции и в этом доме размещаете окончание как-то так системно допустим вот первое лицо где-нибудь так три окончания на полу не сети вот они такие какие-нибудь красивые я думаю что нам проще на латинском языке потому что мы к этой графике привыкли вот такие красивые буквы митиси где-то так внизу на полу допустим лежат а над ними уже окончания идут допустим это вот у нас было единственное до лица над ними двойственного числа окончания и так далее и вот так по всему дому в определенной системы разместить окончание глагола потом разместить окончание падежей и так далее весь этот дом можно будет легко запомнить потому что он образно самое главное чтобы они есть перемешку были а именно в том порядке как вам грамматики то есть единственное число где-то там в одном месте двойственное число и так далее и залоги в разные по разным стенкам там по разным углам залоги что были разложены падежи разные спряжения по разным тоже углам и так далее сегодня пять падежей вот опять же у их не раме она идет как в пони не в индийской грамматики то есть вот они первые пять падежи вот так вот рисуют то что мы то видим 2 падеж это у них винительный считается вот это уже было у нас 1 2 падеж то есть именительный винительный третий падеж у них считается инструментальный это примерно наш творительные два значения либо инструмент либо совместное действие с кем-то значит окончание и на но вот тут уже идут санги и примечание к ним если да и до этого н был где-то рабола где-то ра или ша то чтобы было проще на тоже произносится церебрально на рэна на рэна потому что рэна церебрально поэтому на тоже переходит то есть а свена будет нормальная на а свена потому что там нету никаких шайра перед этим а тут будет на рэна на 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 произносится примерно там же где рыб на рай я была уже это у нас дательный и на рад тоже уже было это у нас облатив то есть я примерно поэтому это сюда поставил пример на эту картинку потому что предыдущие падежи уже все кроме творительного были двойственное число в данном случае легко потому что у всех с падежей с 3 по 5 то есть у творительного дательного и облатива отложительного будет окончание объем только опять же там это долго на раб я вот так что с двойственным тяжело там приходится всегда по контексту определять этот объем может означать и творительный и дательный отложительный и приходится разбираться множественное число этих же падежей not на рыбьях вот это вот бях она с латинским окончанием bus известный нам по слову допустим автобус но и те кто учил латыни хорошо знаю что примерно вот в этих же падежах в латинском будет bus и вот это вот бяха бяха она закономерно санскрите соответствует латинскому этому bus на рыбья на рая на роге то она будет она роге вот на рога уже было но тут тут только запомните вот это вот опять же я тут данном случае двух падежах совпадает дательном и в отложительном особой тут логики нет в контексте запоминать или таблицы то есть просто зубрить таблицу вот это викнер дает примеры с этими падежами фраз вот эти фразы соответственно переводить и разбирать составлять свои аналогичные ну вот с новыми падежами можно поразбирать допустим на рога вркшам ащвейна гачхати вот ащвейна данном случае еще творительный падеж поскольку лошадь хотя лошадь тут может быть орудием можно двояко понимать можно понимать тут лошадь как орудие то есть на коне к дереву идет вот я не знаю гачхати их можно сказать что он идет на лошадь нет ну в общем явно тут можно понимать в том смысле что с лошадью вместе на рога вркшам ащвейна гачхати явно он идет вместе с лошадью и возможно с помощью лошади вообще так по уму в санскрите есть после логи то есть если нужно четко сказать что именно с лошадью они с помощью лошади идет тогда ащвейна сага есть после лог сага он уточняет значение падежа так что тут у нас в ркшан ащваат лабга 2 в данном случае нет слова в именительном падеже в предложении потому что субъект спрятан в окончании до ламга 2 это вы берете множественно для себя чего они берут они берут в ркшан они берут деревья от кого они берут они берут от лошади ащваат вот что показывает разбор данного предложения что означает падежи ну вот еще в ркшат допустим наращивая в ркшат гачхата вот это простое предложение да то есть мужик и лошадь идут от дерева то есть вот этот в ркшат означает направление от дерева но как вот в том тексте про обезьян который на предыдущем уроке был восемили перепутанные страницы и попала упражнение на перевод почему-то следующий урок но и хорошо вот можно опять попереводить вспомнить вот эти все слова тем более давно не было это текст просто для перевода потому что все слова и вся грамматика уже были мантра ну хотелось нам буддийские мантры пока не получается они чересчур сложные либо чересчур простые часть классических индуистских будем изучать тем более все равно культура индуистская и все равно надо в нее входить какие-то возможно дальше будут отрывки многочисленные из классических текстов индуистских тоже смотрится грандиозно но она очень простая то есть вот пурно это полный в основном идет он дальше во всяческих падежах потому что этой философская такая мантра о полноте вот ада и дом это указательные местоимения то есть они слитно пишутся но на самом деле это это разные слова значит пурно мада пурно мидом это что сначала идет номинативе то полное потом идет в винительном так тому тому полному до тому полному пурно 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 опять в полное да удачи удачи это произошло что-то такое вот эти не надо пока запоминать глаголы ну можно зафиксировать что они идут в среднем падеже то есть своих собственных интересах произошло ну то есть короче полное то в полное это от полного полное получилось такое имеется ввиду что бог является полнотой и мир тоже является полнотой в котором полностью раскрыт бог вот такая вот пантеистическая пурно сия пурно мада я пурно милом ваши счеты пурно сия это родительные который потом будет тоже можно тут ну при принадлежит полноте пурно опять этот идет в винительный опять действие направлен по по полному как-то будет надо потому что кач действие на эту полноту направлена а да иди причастие похоже еще долго до него вышла вы вышла полная из полного пурно милом ваши счеты ну в общем не осталось тоже полным не будут отдаваться как тут все соединилось вот короче полная вышла из полного и полным она же и осталась то есть мир как бы вышел из полноты бога и в нем вся полнота бога полностью сохранилась такая идея этого всего он шанти и шанти и шанти и это спокойно спокойно покой 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 это просто конец многих мантр английских ну вот пожалуй все на 13 урок